шалом известна фраза наших мудрецов там где стоят болей чува на этом месте совершенные праведники не могут устоять что такое болей чува это люди которые овладели раскаянием овладели собой и не совершает больше те страшные злодеяния грехи которые они совершали вот они поднимаются на уровень такой что совершенные праведники не могут там стоять нет более несправедливее выражение человек грешил грабил воровал обманывал тут вдруг он записался на урок вы что-то там осенило и он сделал чуву знаете слова чува я всегда смеюсь игры вот слова чувак оно происходит от слова чува как ни странно точно связано с тюрьмой знаете вот не случайно одесские бандиты свое время вот этот лексикон они превратили иврит в какие-то закодированные фразы чтобы никто не понимал так вот еще вчера ты был отпятым бандитом счастье стал чуваком сделал чу бальчу ва и с тобой уже рядом не могут стоять люди которые никогда не грешили абсурд великий пророк и шаяу говорит шалом шалом далекому и близком шалом шалом на то есть кто далек от бога ему шалом и кто близок тоже ему шалом но кому первому ему тому кто далек мы недоуменно говорим секунду тут будет стоять два человека один там из бывших которые тоже соблюдает и здесь стоит садик большинтов я скажу вот этому сначала шалом а потом большинство шалом рады это смешно абсурдно и и несправедливо может быть все преступление этого праведника в том что он не грешил без грех в том что он не совершал грех когда молится праведник скажем молитву минха его молитва достигает мира целут высших духовных миров когда молится бальчу ва вся его молитва это борьба борьба с прошлыми настоящими мыслями всю жизнь борьбе такой знаете боксер вечный такой боец кикбоксер вот раби аббау говорит праведник он святой бальчу ва он дорогой то есть праведник он получил от всевышнего такую святую душу в которой нет противостояния он излучает свет он приближает людей бывший грешник если мы уже говорим уже перейти на личности например в например в талмуде два вот таких вот разных человека рейш лакиш раби шиман бен лакиш и раби йоханан рейш лакиш бывший разбойник раби йоханан его раби вот рейш лакиш находит себе сил я не представляю сколько нужно сил чтобы из разбойника превратиться в раби да еще на уровне тана бальчу ва создаёт в этом мире такую борьбу святости и нечистоты что эта борьба делает всевышнему наслаждение духа на хатуах так написано самый великий на хатуах то есть наслаждение у творца когда есть в мире борьба когда не все стоит на этом месте а продвигается вперед поэтому праведники были посланы в этот мир для бывших грешников чтобы их приблизить чтобы они как мотыльки слетались на свет который они излучают для того чтобы понять это более практически я расскажу историю великий раби исраэль большин роша шана он заходит в синагогу все уже ждут все уже надеется что вот-вот начнется молитва и начнется вот это вот великое раскаяние всего народа на большом том ведет себя очень странно он крутится по синагоге остановился здесь прочитал какую-то книгу он пошел к другому стеллажу вынял талмуд посмотрел комментарии и так приблизительно 30-40 минут он ведет себя более чем странно потому что молитва уже даже начаться людей ждут семьи все уже подошло время а большим то все не подходил к своему месту молитвы а без него хазан не мог начать вот вдруг он закрывает книгу как ни в чем не бывало подходит к своему стенду и начинает молиться и с ним начинает молиться вся община роша шана закончилась и большим того спросили объясните раби все вот это происходящее до праздника он им говорит я вам объясню я увидел в синагоге одного человека он не появлялся в нашем городе уже 30 лет будучи в свое время молодым он заканчивает со своим еврейством он разочаровывается он уезжает куда-то и основывает другую жизнь он начинает жизнь абсолютно отделенную от бога от традиций даже от родителей его семья была тоже не еврейская и в какой-то момент чудом проезжая через родной город он видит как все копошатся бегают и он спросил одного ребенка скажи мне чего ты тут все бегут как ты не знаешь сегодня роша шана бог открывает три книги для праведников для грешников и для сри вдруг этот человек опять же вдруг это некошерное слово видимо что-то у него проснулось он говорит я все равно уже не молод но и не стар пойду-ка я в синагогу посижу-ка я вспомню свое детство как я с дедушкой ходил как я с папой ходил он заходит туда то большим то рассказывает всем этим людям я вижу его взгляд это был взгляд человека который не здесь я поймал его мысль у праведников есть свой вай-фай они могут соединиться подключиться к любому вай-фай вот мысли этого человека попали ко мне там было раскаяние сильнейшего там был внутренний плач и крик души пока он говорил с богом я понимал говорит большим мне не надо начинать молитву пока этот человек беседует с небесной канцелярией нам нечего ловить нас уже не услышат все заняты им все заняты вот этим раскаянием этим пробуждением когда он закончил плакать и перешел на более такой структурный образ молитвы я начал дал команду и началась молитвы там и господа когда у отца из два сына один из них нормативный хороший праведный святой верный ребенок в любом возрасте он ребенок до родить один потерялся во всех отношениях когда вот этот потерянный сын возвращается назад нет для отца более радостного момента он весь в этом ребенка это не говорит о том что он не любит другого или забыл третьего или не занимается четвертым нет но этот сейчас для него эпицентр это все потому что она возвращается назад любавический рэбэ говорит что месяц ниссан который назван в торе началом всех месяцев который написан под номером один когда еще не было имен месяцев тогда все месяцы пришли имена их с вавилона но в торе написано месяц первый месяц второй так вот первый это не сам когда нас за шкирку вытащили из египта никто не спрашивал никто не говорил просто взяли и вытащили заслуг особых не было мог выбрать это служба праведников так же как праведник рождается ему дают душу все парень живи с ней оправдывая себя и все хорошо месяц тишей росшишана это праздник болячева это праздник всех тех кто стал черствую угрюмым кто упал паник духом кто уже не тот кто был 20 лет назад тут не надо ли особых грехов искать тут просто каждый человек даже тот кто считает себя праведником если он внимательно посмотрит в течение жизни вот притупляются чувства поэтому кстати у месяца тишей есть предшественница дева месяц элюль это созвездие от девы напоминает нам о девственнице о девственности о том о той ситуации с которой мы родились о том характере молодости вот этим в состоянии духа кровь которая будоражит вены вот туда мы должны вернуться чем это все надо направить каким-то божественным направлением сторонам надо подключаться к вайфаю праведников это наша задача месяца тишей для сравнения между первыми скрижалями которые даны были самим богом сделаны им как написано перст божий и вторыми скрижалями который сделал сам муше первые скрижали которые были разбиты после греха золотого тельца и вторые которые были сделаны после чувы написано вторые выше чем 1 это объясняет нам службы болей чува поэтому с божьей помощи пусть всевышний примет нашу чуву в эти важнейшие дни месяца тишей пусть вот эти все праздники осенние они приведут только к добру шалом шалом